Всем привет! Меня зовут Ольга и я вас рада приветствовать сегодня на своем мастер-классе «Идеальная база». Данный мастер-класс посвящен идеальной базе. Существует ли она на самом деле? Я вам расскажу, как подобрать базу индивидуально под клиента, на что нужно ориентироваться. Мы с вами поговорим о видах базы и их консистенции. Итак, начинаем! Первое, что я бы вам хотела сказать, это то, что идеальной базы, к сожалению, не существует. Нет такой базы, которая бы подошла абсолютно всем. Потому что мы все с вами разные, клиенты у нас разные, ногтевые пластины бывают пересушенными, влажными, мягкими, твердыми. И под каждого клиента нам с вами необходимо в любом случае будет подбирать определенную какую-то базу. И прежде чем мы с вами поговорим о том, как же их подобрать, нам нужно с вами разобраться все-таки, что такое базы и какие они бывают. Исходя из этого, нам с вами будет уже легче составить такую некую картину, чтобы нам было уже легче. База это средство, которое играет роль в прослойке между ногтевой пластиной и искусственным материалом. Также она выполняет функцию выравнивания. Выравнивание. Укрепление. И также базой можно делать до наращивания. Можно базой до нарастить, например, уголки ногтевой пластины, если у нас клет где-то его потерял в процессе носка. Итак, какие же все-таки бывают виды баз? Сегодня на можно выделить три основных вида. Три основных вида. Это у нас твердые, эластичные и камуфлирующие. Давайте начнем с камуфлирующей базы. Камуфлирующие базы выполняют функцию как два в одном. То есть они служат как база, да, покрытие базы. И в то же время она делает камуфлирующие. Отсенок придает. То есть можно использовать ее один раз. То есть она у нас уже, пластинка покрыта, и можем уже покрывать топами и отпускать клиента. То есть она нам экономит время. Плюсы у камуфлирующих баз такие, как наличие натурального оттенка. То есть у нас, допустим, есть сферы деятельности у клиентов, например, медики, да, которым нельзя носить яркие покрытия. Мы можем им предложить камуфлирующие покрытия. Ну и, допустим, как офисные сотрудники, да, у кого такой строгий дресс-код. Ну и вообще, в принципе, кто любит понежнее ногтевые пластинки. И у камуфлирующих баз существует множество оттенков. Нужно смотреть также от производителя, будет зависеть, да, какие-то камуфлирующие базы можно покрывать уже сразу на подготовленную ногтевую пластину. С какими-то камуфлирующими базами нужно для начала положить под нее подложечку, сделать из обычной базы, а потом уже камуфлирующую. То есть, ну, тут, соответственно, уже будем смотреть от ногтевой пластины клиента, ну и придерживаться рекомендаций производителя гейлаков, баз, которые мы хотим использовать. Следующая база, которую мы разберем, бывает вид базы твердая. Твердые базы, их можно различить таким способом, они достаточно жидкие, то есть мы наливаем, достаем кисточку с флакона, и сама база, она стекает быстро. Что, какие характеристики, да, можно отнести к твердым базам. Они после полимеризации не гнутся. Давайте запишем, после полимеризации. То есть, они жесткие, да, если мы их, например, проведем тест, например, намажем на фольгу, либо на клееночку база, заполимеризуем ее, и начнем ее сгибать, то она сразу лопнет. То есть, если мы немножко забежим вперед, да, о чем я вам буду попозже немножко говорить, если мы нанесем такую базу на мягкий накоточек, на каточек у нас будет двигаться пластиночка, да, и база не пойдет за ним, то есть она у нас лопнет. Вот. Дальше, как я уже сказала, да, у твердых баз жидкая консистенция. И такие базы, они требуют опыта. Что я подразумеваю, да, под этим? Жидкая база тоже можно делать выравнивание, но если вы новичок в этом деле, то вы будете за ней не успевать, она у вас будет очень быстро стекать с ногтевой пластины, поэтому ей нужно немножко научиться пользоваться. Вот. Но это в случае выравнивания. Если делать, например, твердой подложку, либо тонкое покрытие, то, в принципе, можно. И из минусов, да, вот я уже с вами обговорила это, они не подойдут мягким ногтям. Следующий вид базы это эластичность. То есть база у нас бывает эластичная. Если мы ее также проверим, заполим резюмом, мы при сгибании, они будут либо легко мяться, то есть она будет двигаться спокойно, не лопнет, либо, если ее немножко подольше там помять, она лопнет. То есть там средняя жесткость у нее бывает, мягкость, средняя мягкость и мягкая. У таких баз густая консистенция. После полимеризации они пластичные, гнутся. Такая база отлично подойдет для новичков. И нужно не забывать про эластичную базу. Такой факт, что зимой она у нас будет... Зимой такая база будет при низких температурах, она будет больше, более густая. Либо, допустим, в то время, когда выключают отопление, и в помещении становится достаточно прохладно, база становится более густой, и с ней дольше приходится работать. И, противоположно, когда летом жарко, либо отопление, она становится более жидковатой. Поэтому перед тем, как начать работать, нужно проверить, в каком состоянии у вас база. И если, например, она у вас замерзла, можно немножко ее подогреть, ну, в руках подержать, к примеру, да. Так, такой базы очень легко работать. Она у нас никуда не убежит, то есть мы ее наносим, выравниваем, если нам где-то что-то не нравится, можем пальчик перевернуть, под выровеньем где-то подправить. Вот, то есть очень легко работать, она не растекается. Ну, и эластичными базами можно наращивать уголочки. То есть смело можно именно нарастить и уже не использовать другие материалы, например, полигель и так далее. Минус, что можно отметить в эластичных базах, это то, что они могут проседать. Проседание чаще всего происходит на длинных ногтях. Почему же, да? Потому что в процессе носки бывает так, что база проседает, да. То есть это ноготочек растет и такая ямочка получается. Вот так примерно, да? Грубо говоря. То есть небольшая такая ямка. Почему она возникает? Это потому что база дает усадку в стрессовой зоне. То есть у нас, да? Длина дает нагрузку на стрессовую зону. То есть когда у нас ноготочек срастает чуть-чуть, да, то есть клиент ходится хорошо и уже спустя там недельку-полторы можно заметить такую ямочку. Либо в конце уже перед коррекцией, да, небольшие такие ямки. Это на длинных ногтях. То есть идет нагрузка на свободный край. И здесь, соответственно, могут быть перегибы, либо она немножко так приподнимается и дает усадочку небольшую. Поэтому здесь нужно вовремя приходить на коррекции, да, и правильно выстраивать архитектуру и подбирать базу. И, исходя из всего того, что мы теперь знаем о базах, будем ориентироваться на следующие признаки при подборе ее для клиента. Итак, первый признак, на который будем рассмотреть с вами, это состояние ногтевой пластины. Состояние ногтевой пластины. Бывает, какие у нас бывают ногтевые пластины вообще, да? Так, запишем здесь слабые. Слабые, тонкие, пластичные. Такие вот виды, да, у нас ногтевых пластин. К таким ногтевым пластинам подойдут абсолютно точно такие же мягкие пластичные базы, которые будут повторять их движения. То есть я пишу мягкая база. Мягкая база, эластичная. К ним подходят очень хорошо каучуковые и густые базы. То есть это каучуковые и густые базы. Далее. Следующее состояние ногтей. Бывают у нас крепкие они и твердые. К крепким и твердым ногтям, соответственно, нужно подобрать жидкую базу. Бывают они твердые, да? То есть жидкая, твердая. Средняя твердость, либо твердая база отлично подойдут к таким же твердым ногтям. То есть у нас ногтевая пластина не двигается, находится статично, и мы ее просто покрываем небольшим слоем, делая выравнивание. Если же у нас ногтевая пластина, как я уже говорила, имеет движение мягкое, такая твердая база, она отколется, она не будет повторять движения, нежели чем эластичные. Эластичные двигаются следом за ногтевой пластиной. И они уже повторяют движения и не откалываются. И бывают у нас обычные ногти, среднестатистические, так сказать, в меру пластичные и твердые. В меру пластичные и твердые. К таким ногтевым пластинам подойдут абсолютно любые базы. Это такие у нас, те самые девушки, у которых все держится. То есть можно и твердые, и каучуковые базы наносить. Также при выборе базы мы будем ориентироваться на форму пластины и на длину. Тут я для вас подготовила уже зарисовочки. То есть мы ориентируемся на форму пластины и на ее длину. Чтобы они вышли. Итак, форма пластины. Бывают у нас арочные, плоские и трамплинообразные. То есть ногтевые пластины, которые свободно край немножко вздернут наверх. Начнем с арочных. Будем рассматривать сразу форму и ее длину. То есть смотрим арочные короткие ногти и арочные длинные. Что значит арочные? Это значит, что у них уже такой свой родной апекс выстроенный. И мы его уже не нужно достраивать. То есть мы просто немножко повторяя его форму, форму ногтевой пластины наносим базу. Промазываем ей и выравниваем там, где это необходимо. Исходя из этого, к коротким арочным ногтям мы будем выбирать жидкую базу либо среднюю базу. То есть там средней мягкости. Средней мягкости напишем. Отлично подойдут. Для длинных ногтей также можно подобрать жидкую базу и средней мягкости базу. То есть мы сейчас смотрим пока только на их форму и длину. Также будем уже смотреть далее на их состояние. То есть оценивать картину полностью. Следующие у нас плоские ногти, короткие и длинные. Плоские это то есть не имеет своей какой-то арки и мы будем достраивать эту арочку. То есть мы будем ее достраивать базой на длинных ногтях и коротких тоже. То есть мы делаем выравнивание. И чтобы у нас никуда база не убежала, не скололась, не отвалилась и клиент у нас относил полный срок. То есть там 3 недели. Мы подберем к таким ногтям следующие виды. Плоским, коротким отлично подойдет жидкая база и база средней консистенции. То есть там средней мягкости можно использовать. То есть допустим новичкам будет удобнее средней мягкости. То есть она будет такая в миру пластичная и сильно быстро не убежит. Ну а для уже опытных мастеров можно и жидкую базу воспользоваться. При длинных ногтях нам понадобится средняя база консистенция. Либо можно использовать густую базу. Но тут не забываем, да, что ногтевая пластинка при отрастании может давать вон ухождение. И если вы неправильно выстроите архитектуру, все равно может просесть. Либо база может дать усадку. То есть тут тоже внимательно. И третий вид пластины, форму это трамплинообразные ногти, которые у нас на свободном крае идут наверх. Значит при коротких и длинных ногтях что мы будем подбирать? Также мы будем достраивать архитектуру. То есть мы поднимем апекс и уйдем в ноль. То есть на свободный край у нас получится такая, ну можно сказать, плоская ногтевая пластина. Ну иначе здесь, конечно, не сделать с архитектурой. Будет сложнее выстроить. Если сделать из них арочную. То есть слишком много материала получается. И тем самым у нас произойдут сколы и отслойки. Поэтому мы будем устраивать такую нольплевую пластину, выравнивая ее. Будем из трамплинообразных делать плоские, ну может быть даже при некоторых там клиентах получится сделать и арочку. Так, для трамплинообразных коротких ногтей и длинных ногтей мы будем пользоваться густой базой. Да, база. Ну, либо можно средняя такая пожить, да, немножко. То есть такой средней мягкости. Но лучше использовать в этом случае густую. Поэтому, что вы сможете спокойно выровнять такой ноготочек и база у вас не будет убегать. И в завершение хочу вам сказать, что база для гевак это очень важная часть вообще для всего маникюра. Выбирайте всегда самые лучшие средства, ведь от начала работы всегда зависит ее конечный итог. Желаю вам успешной работы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok